Главный тренер профессионального футбольного клуба «Арсенал» Александр Александрович Старожук. Начнем с вашего комментария. Какие впечатления об игре, особенно в Краснодаре, для вас? Ну, правильно вы сказали. Они особенные и приятные, в том плане, что... Хорошая погода, хорошее качество поля. В принципе, что по игре можно сказать. Ну, надо забивать, надо забивать. И я думаю, у нас были для этого все шансы. И хорошие шансы. Поэтому где-то, наверное, времена и подстраивались под соперника, что мы не приветствуем, да, и разбираем очень много. И хотим отталкиваться от своей игры, комбинационной, атакующей. Поэтому здесь, опять же, на первый план вышла борьба. Много верховой борьбы. Набор за верху, подборы. И вот здесь, когда мы забирали подборы, надо немножко действовать более холоднокровно. И не так быстро форсировать действия, например, обострять и так далее. Немножко в перерыве поговорили. Лучше во втором тайме. Но до такой логики, наверное, мы не доходили. И поэтому здесь, опять же, хорошая игра для анализа, для разговора в неком формате, да, будет уже личном, да, где-то пообщаемся. Но, опять же, соперник навязывал, наверное, был такой момент, когда и отступать некуда, да. Поэтому здесь больше-больше мы немножко недовольны своими действиями, которые, скажу, в которых мы действовали, спешили. Много-много суеты было в действиях наших. Поэтому здесь, можно сказать, дорога, непростой, если так можно назвать, домашний матч. Домашний матч, да, на искусственном поле. Потом переезд длительный, да, на это, может быть, повлиял. Но, опять же, мы не должны на это обращать внимание. Мы должны двигаться и смотреть вперед. Вопросы? Два вопроса, если позволите. Первый. Вы наверняка смотрели матч Кубани с Шинником, видели, как команда действует. И, учитывая этот матч, и учитывая начало, в котором, как показалось вам журналистам, Кубани хорошо победила и начала очень так, бодро. Насколько команда Шинала готова оказалась в таком начале? Ну, эти действия были все вертикальные. И, по сути, минимум каких-то розыгрышей, да, больше на вал, длина, подбор, на нападающих. Ну, в принципе, я так скажу, 10 минут она была, пока все успокоились, все уже вошли в игру. И у нас хорошие были моменты. Хорошие моменты со стандарта. Мы могли забивать и с двух стандартов. И, по сути, ну, опять же, опять же, здесь, как такового футбола, наверное, не было по одной простой причине. Потому что, как я уже сказал, и Кубани некуда от своей. Но нам нельзя, нельзя отходить от своих игр. Мне важна игра, мне важно понимание и реализация. То, что мы делаем, отрабатываем. Мне вот эти вещи важны, они больше волнуют. Потому что одну игру там можно выиграть таким образом, да, там. Но, если мы говорим не про дистанцию, будет, если есть игра, она всегда будет, будут очки и будет победа. Еще один вопрос. По такому, как игроков вы сделаете, больше довольны, чем они были, или потери? Ну, опять же, учитывая логистику, да, учитывая, что и Краснодар, и Новороссийск, это две команды, которые по всем понятным причинам сейчас добираться очень сложно, да, Хабаровск легче добираться. Поэтому здесь, здесь, ну, и Кубань, в принципе, и обыгрывала хорошие команды здесь. Мы навязывали свою игру. Опять же, забей мы свои моменты, которые у нас были. Там был момент в первом тайме такой, сами себе организовали, да, который, можно сказать. Поэтому здесь, опять же, наверное, и Кубань не может быть довольна, и мы не можем быть довольны. Но здесь действительно поздравлять не с чем. Ну, хотелось выиграть, хотели, ехали за победой, ехали за хорошей игрой. Все для этого позволяло, как я уже сказал, и погода, хорошее качество поля. И, в принципе, наверное, игра до гола была.